Здравствуйте! Это новости Дагестана на ННТ, в студии Махач Курбанов с последней информацией к этому часу. Коротко о главном. 362 миллиона рублей на отдых. Именно столько республика потратит на организацию работы в детских оздоровительных лагерях. Об этом через несколько минут. 372 миллиона рублей на отдых. Бывшие главы районов перешли в правительство. В Дагестане новый вице-премьер и новый министр. Лицской поток не прекращается и ночью. В Левашинском районе продолжается выставка реликвий пророка Мир ему. Подробности в традиционном обзоре наших корреспондентов. Начинаем выпуск с официального заявления. Дата праздника Ураза-Байрам в Дагестане 2 мая. Об этом в своем видеообращении к жителям региона сообщил помощник муфтия республики Мухаммад Расул Саадуев. Муфтия республики Дагестан дает предварительную информацию по поводу предстоящего праздника. Согласно информации, полученной из различных источников, в этом году праздник Ураза-Байрам намечается на 2 мая. Ввиду отсутствия вероятности наблюдения Луны, месяц Рамадан в этом году будет завершен 30-дневным постом. 7% зданий и медучреждений сегодня находятся в аварийном состоянии. 41% размещены в приспособленных помещениях, а более 6% в арендованных. Эти и другие официальные данные озвучил Сергей Меликов на семинар совещаний по развитию и модернизации здравоохранения. В этом году в Дагестане будет построено более 50 фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий и две поликлиники. На эти цели предусмотрено больше 566 миллионов рублей. Подробно о проблемах и перспективах медицины региона Сергей Меликов и профильный министр Татьяна Беляева рассказали в беседе с журналистами республиканских СМИ. Именно по первичному звену, несмотря на проблему других направлений здравоохранения, мы за прошлый год практически все мероприятия, которые планировали, выполнили. В этом году мы усилия наращиваем. Мы наращиваем усилия на строительстве новых поликлиник, наращиваем усилия на строительстве новых ФАПов. Ищем новые формы сегодня по реализации строительства и развития системы фельдшерских пунктов. Параллельно с этим стараемся те недостатки, которые у нас в этой работе были допущены за прошедшие годы, тоже реализовать. Например, мы имеем прецедент, когда где-то ФАПы были построены, но до сих пор не введены в эксплуатацию. Здесь требуется не только решение медицинской отрасли или строительной отрасли. Здесь нужны правильные административные решения. Реализуется программа «Озенский доктор». Мы ее успешно реализовали уже на протяжении долгого времени, с 2012 года. В прошлом году мы полностью реализовали эту программу. В этом году у нас предусмотрена реализация этой программы. 184 специалиста, из которых 171 – это врачи и 13 фельдшеров, будут трудоустроены в сельскую местность. Что же касается предусмотрения средств на улучшение материально-технической базы и санитарного состояния лечебных учреждений, то это действительно есть в программе модернизации. 379 единиц медицинского оборудования будет приобретено, и закупки уже полным ходом идут. И даже есть отдельные поставки, и на это выделено из федерального софинансирования из республиканского бюджета более 190 тысяч. Это намечена реконструкция пяти объектов здравоохранения общей суммой более 200 тысяч миллионов рублей. А также это капитальный ремонт 60 объектов здравоохранения. Более 460 граммов мифедрона обнаружили полицейские у жителя Каспийска. Молодой человек был в оперативной разработке по подозрению в хранении и распространении наркотических средств. При обыске у него нашли полимерный пакет с наркотиком мифедрон. Весом 467,35 граммов, который соразмерен 2336 средним разовым дозам. В Дагестане в этом году 126 детских лагерей примут более 30 тысяч детей. Такой большой поток связан с отменой антиковидных ограничений. Сейчас на первом месте стоят вопросы качественной организации летнего отдыха и оздоровления школьников. Об этом подробно оговорили участники заседания межведомственной комиссии, ответственной за проведение этих мероприятий. В продолжение темы сюжет Ларианы Шамхалаевой. На отдых и оздоровление детей в бюджете Дагестана на 2022 год предусмотрено почти 362 миллиона рублей. В прошлом году сумма составляла 227 миллионов. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Муслим Телякавов. Стоимость путевки в этом году на 21 день для загородных лагерей составила почти 17 тысяч рублей. А для лагерей дневного пребывания 2,5 тысячи рублей. Окончательный реестр организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Дагестан, должен быть сформирован 1 мая. То есть фактически у нас осталось несколько дней. В этом году на 50% по сравнению с прошлым годом увеличены объемы финансирования. Соответственно, у нас будет возможность увеличить количество детей, которые будут охвачены летним. Предварительно, исходя из той стоимости, которая у нас сложилась на данный текущий момент, мы планируем охватить более 30 тысяч детей, что более чем на 12 тысяч детей больше, чем в прошлом году. По итогам той работы, которая проводилась по борьбе с коронавирусной инфекцией, практически ограничения, большинство ограничений, в том числе и по загрузке детей на объектах отдыха и оздоровления, сняты. Поэтому мы будем иметь возможность максимально запустить систему, которая у нас не работала в 2020 году и в усеченном режиме работала в 2021 году. Организовать работу детских лагерей в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора поручил министр образования и науки Яхья Бучаев. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики, будут включены только те организации, которые получат санитарно-эпидемиологическое заключение. К началу сезона утверждены и согласованы со всеми заинтересованными органами исполнительной власти необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы организации безопасности и обеспечения детского отдыха в 2022 году. В этом году к открытию готовится 126 детских лагерей. Это 26 загородных стационарных лагерей и 100 лагерей с дневным пребыванием, пришкольные лагеря, в которых планируется оздоровить более 30 тысяч детей. В связи с этим глава муниципальных образований совместно с директорами оздоровительных учреждений необходимо принять меры по выполнению требований надзорных органов, взять под контроль подготовку и открытие в запланированном сроке оздоровительных учреждений. Подготовку на обучение вожатых и педагогов в этом году прошли почти 300 человек. В мае запланировано обучение еще 50 специалистов, планирующих свою работу в детских лагерях. А культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия теперь разрешено в оздоровительных учреждениях проводить без ограничений. Подготовительный период оздоровительных кампаний в 2022 году впервые за два последних года проходит в условиях оптимизации профилактических и противоэльхимических мероприятий в отношении новой коронавирусной инфекции. В текущем году были внесены значительные изменения в санитарные правила, касающиеся в части возобновления стопроцентного наполняемости отряда в пределах проектной вместимости, снятые ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и экскурсии, разрешен выход детей, а также персонала за пределы организации в период смены. Участники совещания также обсудили вопросы безопасности отдыхающих и организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период. Лориана Шимхалаева, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. Новые кадровые назначения в Кабмине региона. Указом главы республики Сергея Меликова на должность заместителя председателя правительства назначен Нариман Абдул Муталибов. Ранее он возглавлял Сулейманстальский район. Другим своим указом Меликов назначил Мухтар Бия Аджекова, министром сельского хозяйства и продовольствия республики. До сегодняшнего дня чиновник занимал должность главы Ногайского района. В Левашинском районе идет предпоследний, третий день выставки реликвии пророка «Мир ему». В райцентр каждую минуту продолжают пребывать мусульмане, а желающих прикоснуться к священным осарам не становится меньше. О новом дне выставки наш корреспондент Карим Даниев. От мала до велика, целыми делегациями и поодиночке. Из соседних сел и за тысячи километров. Чтобы посетить выставку реликвий пророка, люди находят время, подстраивают свой график и меняют планы. Такие мероприятия проходят нечасто, потому верующие пытаются всеми силами не упустить возможность увидеть предметы быта, которыми пользовался сам посланник Всевышнего. Всех этих людей объединяет одна цель. До этого у меня не получалось принимать участие в такого рода мероприятиях. То есть много раз бывало так, что реликвии приезжали в город Махачкала и в Каспийск, то есть поблизости там, где я живу. Но из-за того, что я находился в отъездах, то есть не был дома, не всегда у меня получалось. И вообще не получалось приехать, как бы это все увидеть. Сегодня, альхамдулиля, получилось прийти, почувствовать эту энергетику, то есть увидеть то, к чему когда-то прикасался пророк, саллиллаху алиссаляму. Очень приятно видеть, что столько людей у нас именно в такой священный месяц хотят почувствовать на себе, то есть месяц Рамадан более как-то глубину, наверное, этого месяца почувствуешь тогда, когда ты находишься здесь. Среди посетителей много школьников и детей. С юного возраста родители и учителя приобщают их к религии. Такие мероприятия – один из способов проникнуться еще большей любовью к пророку, мир ему. Это большая честь принять участие в таком мероприятии. Также хотим поблагодарить нашего имама села, который организовал нам эту поездку, и за то, что мы смогли увидеть религии пророка Мухаммад, саллиллаху алиссаляму. Также мы очень благодарим то, что эти религии привезли к нам в Ливашинский район. Мы очень рады увидеть их. Люди прибывают до поздней ночи. Желающих с каждым днем все больше и больше. Завтра – последний день выставки, и поэтому многие хотят успеть. Карин Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Ливашинский район. Шатер Рамадана объединяет. Под таким лозунгом в махачкалинских мечетях продолжаются благотворительные ифтары. Самая крупная площадка расположена на территории центральной джима мечети. Здесь ежедневно на ифтары Сухур приходит около 4 тысяч человек. Накануне расходы на организацию одного дня взяла на себя строительная компания «Монолит-05». Тему продолжит Курбан Рагимов. Коллективный ифтар – время особой радости для верующих. Это не просто вечерняя трапеза, но и хороший повод для встречи. В один из последних дней Рамадана финансирование ифтара на территории джима мечети взяла на себя строительная компания «Монолит-05». Наша компания неоднократно проводила различные благотворительные акции. Мы постоянно сотрудничаем с различными благотворительными фондами. А вот ифтар именно на территории мечети первый раз. Всем тем, кто пришел от лица нашей компании, от лица Эльмиры Потаховой, спасибо всем, кто принял участие в данном ифтаре. И думаю, не последний раз встречаемся. Взрослые, дети и молодежь. На разговения приходят с семьями, с коллективами после работы или просто с друзьями. Звучат нашиды, в шатре всегда царит теплая атмосфера. Такие акции в очередной раз показывает единство верующих в священный месяц. С добрыми пожеланиями к собравшимся обратились сотрудники компании «Монолит-05», а также приглашенные друзья и партнеры. Среди них представители органов власти, депутаты и титулованные спортсмены. Мы же видим, сколько молодежи, взрослые, все эти люди приходят сюда. Они приходят сюда не просто даже покушать, они приходят сюда, увидеть джамат, увидеть людей, отдохнуть душой и сердцем. Это очень важно, потому что хорошие дела, если они входят в нашу жизнь, мы должны это поддерживать, продлевать вот это все, чтобы мы этим самым вытесняли плохое. Очень плохое в жизни происходит, и вот такие мероприятия успокаивают душу и объединяют наши сердца. Это такое мероприятие, которое ифтар в своем местах делает, люди общаются, люди друг с другом видятся. И какими-то эмоциями делятся, и вообще, я считаю, это объединяет ифтар людей, духовно объединяет. Поэтому это очень нужная вещь. Вот республиканское было, городское было, районное, все делают. Вот так вот, если будут все и бизнесмены участвовать в такие мероприятия делать, у нас вообще процветание будет, в Дагестане побольше будет. Дай вам здоровья, удачи, успехов вот таким людям, как Эльмера и Монолит 05. С первыми звуками азана верующие разговляются водой и финиками. Затем, после вечерней молитвы, приступают к коллективной трапезе. Основное блюдо здесь уже фирменный узбекский плов. Также на столах фрукты, соки и выпечка. Организатором шатра уже 10 лет выступает фонд Инсан. Компания Монолит 05 не первый раз сотрудничает с благотворительным фондом Инсан. И ранее мы несколько раз уже проводили благотворительные мероприятия. Буквально в месяц с Рамадан на прошлой неделе мы проводили акцию, где мы распределяли около 300 продуктовых наборов, где мы охватили около 70 нуждающихся семей и обеспечили за счет компании Монолит 05 продуктом первой необходимости. И, как мы видим, сегодня это мероприятие прошло. Было очень много, большое количество людей. Все были довольны, все люди благодарили. Хочется пожелать удачи руководству компании Монолит 05 за то, что принимает участие в таких социально важных мероприятиях, принимает участие в благотворительных мероприятиях. Ифтары и забота о малообеспеченных семьях – это лишь небольшая часть благотворительных инициатив, о которых рассказывает Монолит 05. Многим своим акциям компания не придает публичности, считая это лишним. Здесь уверены, добрые дела всегда возвращаются старицей. Курван Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом все. Оставайтесь на ННТ, смотрите новости. Всего доброго. Продолжение следует...